итак доброго времени суток друзьям приветствую всех на канале эрзон game и сегодня предлагаю вам пробежаться с обзорной экскурсии по серверу построенному на базе игры days в режиме пве пластер данного проекта входят 4 сервера мы же для себя выберем выжить пве лут на 10 то есть стоит множитель на 10 ну и посмотрим что из себя представляет данный сервер ну и данная экскурсия скорее будет менее обзорной и более посвящена информации на тему а вот на какую тему мы это все и обсудим в ходе пробежки по этому острову этому серверу давайте начинать а начинать мы будем со стартовой страничке так называемое меню входа на котором мы видим попробуй выжить выжить попробуй выжить 2 как я сказал серверов у них 4 но один из серверов посвящен сталкерской тематике туда видимо вход какой-то отдельный есть небольшая претензия почему нельзя написать выжить пве лут на 10 так как это написано например на страничке на варгейм здесь же вот не сразу понимаешь что надо нажимать нас интересует просто надпись выжить попробуй выжить и попробуй выжить 2 нас пока не интересует ну что ж нажимаем и заходим при появлении на карте мы понимаем что точки выбора где нам появиться у нас нету и господин рандом бросает нас на юго-восток карты недалеко от деревни новичков да такая локация здесь присутствует ну и также мы можем посмотреть как выглядит наш персонаж и надо сказать что выглядит он прилично вот такой вот набор выживальщик вам дается в общем то есть оружие есть провизия но и что касаемо оружия это бы скорее видимость того что у вас она есть ну а почему это так мы посмотрим чуть дальше вот таким вот образом мы появляемся ну и начинаем рассматривать данный проект начинаю как обычно с модификации на карту которая установлена на данном сервере и она не самая плохая но на мой взгляд и не самая лучшая она не лишена своих каких-то изюминок но в целом мне нравятся другие модификации хотя как я сказал это не самая плохая мне не очень нравится как здесь устанавливаются метки как они выглядят как они настраиваются и как они ставятся и удаляются это очень нестандартное решение по сравнению с другими картами ставится метка двойным кликом левой кнопки мыши а удаляется двойным кликом правой кнопки мыши также не не очень внятная настройка цветов и не очень приятный шрифт он очень плохо читается ну а так принципе карта неплохая в общем то вы сейчас все это видите ну вот есть у нее вот такие изъяны про которые я сказал действительно когда ставишь метку читается она достаточно вяленько но это терпимо давайте двигаться дальше по этому проекту и конечно же первое что нас встречает это боты неприятели населяющие данный сервер про которых мы тоже немножко поговорим и естественно вы начинаете понимать как раз тот момент про которое только что сказал это оружие оружие здесь вообще никакущие боты настроены очень странно какие-то боты падают с одного выстрела какие-то с двух а в каких-то и восьми выстрелов не хватает боты перемешаны и их очень большое количество боты про которых мы еще будем разговаривать по ходу этой экскурсии их очень много и населяют они всю карту абсолютно всю карту без промежутков то есть не только в деревнях и в поселках есть вот и они есть по всей карте вы забегаете в лес поле куда бы вы ни шли боты будут прорисовываться всегда что на мой взгляд сказывается на качестве самого сервера это сильно его нагружает и второе что мы встречаем это маппинг маппинг на этой карте про который наверное мы будем разговаривать больше всего в этой обзорной экскурсии вот таким вот образом выглядит первая деревня которую мы заходим это деревня камышовка по моему называется ну и посмотрите как она выполнена на этом сервере на самом деле даже я бы сказал симпатично но только возникает вопрос а зачем все вот эти вот награждения для чего непонятно для сравнения вот таким вот образом эта деревня выглядит стандарте вот я делаю специальную пролетку по этой деревне как она выглядит на стандартной черно-русской карте а это именно черно-русская карта и вот как сделали ее авторы возникает ряд вопросов для чего это нужно ну и если в этом какой-то смысл как я сказал об этом мы будем говорить на протяжении всей этой обзорной экскурсии и на первый взгляд может показаться что эта часть дополненных декораций выполненных авторами для создания какой-то более уютной атмосферы но на самом деле это все не так до карта дополнена и вы можете заметить что есть дополнительная растительность который кстати тоже очень здорово нагружает сервер и только мешает так например есть дополнительная трава но не в траве и не в декорациях дело дело-то в том что все деревни которых коснулась рука автора перекрыты перекрыты наглухо сделано специально так чтобы вы не могли передвигаться на автомобиле самом начале в конце деревни а иногда даже посередине деревни стоят заграждение в виде заборов или каких-то нагромождений моделей в виде эскаваторов заброшенной техники обыграно кстати говоря неплохо но только возникает вопрос для чего же так сделано и перегорожены не только деревни вы можете встретить такие перегородки двигаясь просто по трассе или в каком-то забытом наглухо городке где вы этого не ожидаете вы едете едете и вдруг раз перед вами переграждение то есть вам абсолютно никак не проехать перегораждаются целые локации на этой карте и это мы еще увидим увидим и попробуем разгадать эту зловещую загадку сервера попробуй выжить ну а пока давайте проследуем до деревни новичков которые на мой взгляд называется так просто потому что так надо было ее назвать никакого здесь поучения или еще чего-то для новичков я не увидел единственное что здесь оружие и шмотки не такие как например на торговой точке алтарь на который мы последуем в дальнейшем как она выглядит вы сейчас видите что меня удивило но на тот момент почему так много транспорта валяется рядом с этой точкой хотя администрация постоянно напоминает машины которые будут стоять в сейф зонах то есть возле торговых точек будут удалены но всем на это наплевать вы сможете увидеть какое огромное количество машин здесь валяется валяются они не только здесь они валяются по всей карте и это часть той самой зловещей загадки которые мы коснемся чуть позже ну а пока рассматриваем как выглядит эта локация ну и какой здесь маркет как вы можете заметить торгаши все стоят в один ряд что достаточно удобно здесь же можно взять квест вообще квестовая система здесь работает нажатием буквы у английской вы берете квест выполняете его заходите опять через букву в эти квесты и завершаете его вам дается награда вот по поводу награды у меня например и есть ряд претензий видимо разработчикам лень было переводить так например часть награды за выполнены квесты звучит как добыча чтобы это не значило вот добыча оказывается слово добыча обозначает просто денежное вознаграждение но переводить мы не хотим просто слово добыча в общем оставим в покое данную точку и давайте проследуем дальше а чем дальше в лес тем больше дров это пословица как никогда лучше подходит для данного сервера какой-то момент мы натыкаемся вот на такую вот стену что это такое а хрен его знает и ни один из новичков с которыми я разговаривал ответить мне не смог оказывается как я уже и говорил здесь разделен не только деревни не только перегорожены дороги и трассы и какие-то навалы посреди дорог сделаны здесь вся карта разделена на сектора вот таким вот забором который вы сейчас видите и те кто более-менее знаком с игрой days знают что есть некие тиры тиры это зоны сектора который увеличивается от береговой линии вглубь карты по мере продвижения несколько тира в каждом тире неприятель то есть зомби и лут становится все сильнее и лучше так здесь взяли и эти зоны поделили вот таким вот непроходимым забором но пройти его все ж таки можно для этого вам нужно бежать вдоль этой стены в поисках пролома иногда попадаются пролома либо это отсутствует одно звено этой стены либо она просто завалилась либо есть про и ходы там где протекают реки там вы можете пройти в основном только пройти потому что проехать там будет затруднительно чтобы проехать вам точно также нужно ехать вдоль этой стены в поисках ворот ворота выглядит вот таким вот образом как вы видите работают они очень некорректно через машину через лобовое стекло текстуры пропадают можно увидеть все насквозь но найдя такую такую воротину вам нужно выйти из машины найти рядом некий пульт открыть сначала этот пульт и там нажать открыть ворота вот таким вот образом вы можете проследовать дальше следующий тир но как видите вопросов все больше и больше зачем перегораживать целые деревни зачем перегораживать дополнительные участки дорог зачем создавать трудности для передвижения на транспорте зачем эти стены огромные стены для чего все это но мы потихоньку приближаемся к раскрытию этой зловещей тайны я прибежав на алтарь спросил у игроков ребята а зачем все вот эти вот награждения до перегорождение до чтоб не было так легко играть заебать игрока заебать игрока чтобы выжить из игрока все и отбить у него интерес да так точно и казалось бы вот он яркий сочный и красочный ответ от игроков для чего же разработчики перегородили пол карты закрыли локации перегородили деревни накидали бесполезных только нагружающих всю карту объектов для того чтобы вы купив автомобиль не чувствовали себя более мобильным и не находились в комфортных условиях и хоть этот игрок почти полностью прав разгадка все-таки кроется вот здесь вот на этом вот сайте посмотрите какое количество вертолетов здесь предлагается и надо сказать что за время пока я снимал этот ролик сайт обновился видимо еще не успели добавить все остальные вертолеты потому что их было в два раза больше я уверен что они еще добавят сюда огромное количество вертолетов и вы бы подумали ну значит есть возможность приобрести этот же вертолет за внутриигровую валюту да конечно же есть конечно же есть но только они гораздо скромнее и цены начинаются от 24 миллионов меня заинтересовало сколько надо фармить для того чтобы заработать на такой вот вертолет внутриигровыми деньгами я подошел к человеку задал мой этот вопрос дружище а сколько нужно фармить чтобы купить вертолет я за три недели накопил ну я я короче играл по 20 часов в сутки каждый день ну как вам такое если кто не знает по российскому законодательству рабочий день россиянина не должен превышать 8 часов так вот если перевести то что сказал данный игрок он отработал 52 смены так что если вы готовы то конечно же приступайте альтернативное получение вертолета существует ну и дотошный игрок наверное сможет спросить меня но наверняка у них есть система баллов голосования наверняка они подключены к сайту и там можно взять конечно там можно взять там предлагается вам вот такой вот выбор и больше ничего прошу заметить что здесь предлагается исключительно автомобили и исключительно грузовые как раз таки на тех самых грузовиках на которых максимально сложно передвигаться по данной карте по карте на который все перегорожено перевалено перекрыто закрыто ну и тому подобное так что милости просим голосовать и получать вот такой вот вид транспорта я же в свою очередь имел глупость потратить 60 накопленных мною баллов за голосование за этот сервер но получить транспорт за два дня я так и не смог на должен упомянуть что автополучение как вы можете заметить нету от слова совсем но донат вы получите сразу если вы что-то приобрели на сайте где расположен донат вы тут же заходите в игру нажимаете клавишу b и этот донат появляется у вас в игре на вашем аккаунте пользуйтесь на здоровье но за баллы вы будете ждать для того чтобы получить за баллы нужно составить некий тикет отправить его дождаться когда этот тикет рассмотрят и потом в лучшем случае как мне сказали что в течение дня мы вам выдадим но не выдали даже в течение двух дней но я на это особо внимания не обращаю все равно на мази который я выбрал передвигаться по этой карте но практически невозможно ну а других альтернативных способов раздобыть летный транспорт я не заметил ну и коль уж мы еще говорим о летном транспорте то на его на этом проекте но огромное количество естественно с такими условиями где вы не можете передвигаться практически ни пешком ни на машине но единственный способ передвижения по этой карте это вертолет а я говорил что вертолеты это штука которая может сломать баланс но их здесь действительно огромное количество и вы это сейчас можете видеть на своих экранах но о балансе надо поговорить дальнейшем и теперь мы возвращаемся в начало ролика где я сказал что вы появляетесь с оружием но это оружие больше видимость чем оружие и ваше начальное оружие это оружие которое так называемая подножный лут напомню что мы играем на сервере выжать лут на 10 то есть множитель на 10 и его действительно много но это все мусор мусор который вы собираете для того чтобы продать это оружие не убивает от слова совсем я уже говорил в самом начале что зомбари которые здесь есть они абсолютно разные бывает так что вы можете убить из одного выстрела а бывает так что и 10 не хватает остальной лут который вы можете подобрать это аирдропы это конвои это кораблекрушение это сигнал сос и их действительно много много вот таких вот автоматических ивентов и с одной стороны это плюс потому что много ивентов они автоматически а с другой стороны это минус потому что это очень сильно нагружает сервер а я уже сказал что серверу стабильности не хватает но даже тот то оружие которые вы можете подобрать на аирдропе или на хеликраш и которых и как я и сказал очень много она тоже не убивает баланс оружие здесь тоже испорчен чтобы кого-то убивать вам нужно топовое или при топовое оружие а стоимость его равна стоимости вертолета но тут я немножко утрирует он подешевле стволы подешевле и они начинаются там от пяти миллионов ну и как следствие такой проблемы дисбаланса оружия она вытекает впоследствии которые выглядят следующим образом вам нужно тратить огромное количество патронов которые кстати говоря продаются только пачками поэтому вы не сможете купить и например сразу же там себе 500 или 1000 патронов нет только пачками по 20 штук то есть сначала вы огромное количество тратите время на то чтобы его просто приобрести приобрести эти необходимые вам патроны потом вам придется их распаковывать стоя возле помойки потом вам придется это все перезаряжать и так как вы будете этими слабыми патронами пользоваться очень часто они будут вылетать и у вас просто дни в неимоверном количестве перезаряжаться вы будете наверное 50 процентов времени который вы будете тратить перебежки по этой карте которая вся перекрыта но бегать просто так вам не получится потому что я уже говорил что зомби здесь везде они везде а значит вы опять будете тратить эти же самые слабые патроны и опять будете перезаряжаться тратить коробки открывать коробки выбрасывать бумажки перезаряжаться это огромный геморрой который я испытал например на себе ну и спустя наверное часа 45 постоянного перезаряжания покупания патронов распаковывание опять перезаряжание бегание по этой карте отстреливая по одному по два бота а потом опять перезаряжание я устал и подумал ведь я был на многих серверах и везде практически везде на базах на торговых точках ставится бочка перезаряжалка или бочка чинилка наверное должна быть и здесь просто я не знаю где она но как же я ошибался и задав вопрос а где это можно найти и сколько это стоит я получил ответ что стоит это 2000 рублей я переспросил внутриигровых рублей да нет говорит реальных рублей туда обойму пустую переда перетаскиваешь она автоматически заполняется патронами плюс если как подожди 2000 чего рублей вот такой чемоданчик да вот он видишь он и запряжалка и чинилка и он на тысячу слотов то есть туда что нибудь ложишь она еще и ремонтируется даже если уничтожено полностью она ремонтируется а не могу это за внутриигровую купить или за баллы нет это только донат какой-то за какой-то и столом он был я пулемет был у меня пулемет 11 нашел раме сни и они свои пулеметом в.п. он видит ну и друзья мои вы все слышали если не хотите целыми днями перезаряжаться распаковываться и тому подобное то вам опять таки прямиком вот на этот вот сайт сайт спаситель для игроков данного сервера разработчики ставят вам проблему но тут же предлагают ее решение и всего-то за две тысячи рублей ну и вы наверное заметили что когда человек подарил мне вот этот вот ствол при топовый ствол самый дешевый который у него был 2 подбежал и спросил а что-то ему подарил какой-то такой стволом я пулемет был у меня пулемет 11 нашла миссия я не свой пулемет мвп он видит и это не праздное любопытство это не интерес игрока к другу к другому игроку или к событиям дело в том что по правилам данного сервера данного проекта дарить игрокам донатное оружие запрещено это ломает баланс как сказано в правилах естественно мне стало интересно а чем же это мотивируется и он это мотивируем то что короче там в правилах тоже тоже написано то что новички допустим мы будем короче ломать эту короче игру то что я с топовым оружием захожу на третьи тиры хватая туда топ оружия и потом за дешево продаю прочь экономика игры будет ломаться правилах там все написано в дискорде 50 процентов короче продать 1 и 3 с и св мвп блять то что она больше пяти лямов стоит автомат могу за ляма дать 1 4 правила игры мужики я бы вообще просто бы отдал бы блять ну блять правила игры так бы я просто бы отдал бы исчез но это правило могут потом обнулить мой банк и твой полностью банк обнулят так будем делать вот такие вот господа правила на этом сервере ничего продавать новичкам за дешево нельзя типа это ломает какой-то баланс и какую-то экономику только ничего это не ломает а надо заставить новичка зайти вот на этот вот сайт приобрести за реальные деньги ствол и тогда экономика и баланс конечно же не пострадают только вот истинные то мотивы совсем другие с подаренным или купленным за дешево стволом игрок будет бегать и получать удовольствие от игры а делать этого он не должен он должен прочувствовать всю боль которую создали разработчики а потом бежать на этот сайт и приобретать здесь донатное оружие и вот с ним ты уже ходить и расслабляться а до этого момента он будет ломать экономику вот так вот друзья мои давайте поговорим об этой экономике с другой стороны я уже неоднократно говорил про вертолеты которые добавляют на сервера что вот как раз таки они то и ломают и экономику и полностью геймплей я напросился к одному из игроков у которой уже есть вертолет посмотреть просто чем он занимается и как он зарабатывает но и посмотрите с высоты птичьего полета так сказать если вы посчитаете что это честный и балансный геймплей то тогда я нашел для вас сервер как говорится welcome но у меня нет других слов как назвать это пылесосить карту человек на вертолете видит где расположены какие-то точки и естественно в кратчайшие сроки до туда долетает игрок же новичок не имеющий вертолета будет бежать через все эти преграды стены отстреливаясь от постоянных зомби еще раз повторюсь зомби здесь везде они не кончаются заборы огромные стены насыпи непроходимые и даже иногда невозможно проехать этот игрок по сравнению с владельцем вертолета ощущает себя как вы думаете баланс там ну и вот то что я сейчас показываю мы просто летали взлетали быстренько лутались поднимались в воздух летели до следующей точки садились опять отстреливали зомби забирали лут поднимались и так они могут заниматься этим круглосуточно но это по мнению разработчиков и администрации дни каким образом не ломает геймплей и не ломает экономику я же попробовал на своей шкуре испытать каково это преодолевать все эти стены баррикады искусственно созданные преграды через всю карту наперевес чмошным оружием соревноваться с кучей вертолетов когда ты бежишь на какой-то хели краж или еще на какой-то ивент а тебе уже перед носом пишут ивент забрали это не ломает баланс по мнению разработчиков ко всему мною вышесказанному на протяжении всего этого видеоролика о том как разработчики администрация искусственно создают трудности и какие альтернативные решения они вам предлагают можно было бы еще добавить бездарно сделанные торговые зоны такие как алтарь которая выполнена как коллекция бессмысленных зданий и конструкции которые в свою очередь бессмысленно пожирают ресурсы сервера куда же можно отнести и торговую зону черный торговец которая специально сделана на отдалении и в таком месте куда вы ни пешком не на машине практически не доберетесь конечно же добраться до туда можно но это будет очень сложно только вертолет ну а как можно достать вертолет сколько это стоит я уже показал ну и сама . черный торговец выполнена вот таким вот образом и казалось бы есть хорошее решение смотрите арочный проход красиво сделанный но нет авторы на этом останавливаться не собирались они сделали какой-то анальный проход с багом потому что пройти в этот анальный проход невозможно кстати если когда-нибудь судьба вас занесет сюда знайте чтобы залезть в эту трубу бросьте что-нибудь под ноги иначе вы туда просто не залезете ну а потом по анальному проходу вы попадаете к черному торговку вот таким вот образом выполнены здесь торговые зоны ну и на этом наверное будем заканчивать ролик и так под затянулся надеюсь что мне удалось передать концепцию и дух данного сервера и если он вам понравился то конечно же заходите играйте и получайте удовольствие у меня же на этом все всего вам доброго